Жёсткое слово, да, и жёсткое состояние. Но мы часто сталкиваемся с такими ситуациями, когда человек переходит с одного вида питания на другое по каким-то причинам. Или, допустим, он начинает заниматься упражнениями, которыми никогда не занимался в такой мере и так системно. Это значит, что человек отречение свидетельствует о том, что он делает крутой поворот в своих взглядах на что-то. И тогда, в зависимости от того, как долго он шёл по другому пути и получил какой ущерб, он будет наблюдать за тем, как трудно ему идти по новому пути. Чем легче он переходит на эту новую дорогу, тем легче его путь. То есть, допустим, люди, которые переходят с обычного питания на вегетарианское, в разном возрасте будут испытывать разные реакции организма. Там, где организм очень жёстко привучен к многодесятилетними приёмами такой жёсткой пищи, как мясо, то организм, уже привыкший бороться с этим ядом, вдруг не получит это питание, и тогда будет сбой в организме. То есть без сбоя, наверное, вряд ли кто-то перейдёт на такое. Но всё зависит от того, что в этом месте. Насколько человек вынудил себя туда пойти, насколько он без желания позаботиться о себе, а вот исходя из чужих взглядов, что так надо, пошёл туда. То есть, если он точно убеждён в том, что ему это полезно, ему хорошо, и он находит такой способ питаться, получать удовольствие от новой пищи, чем больше удовольствия и готовности, тем легче он переживёт отречение. Неважно, что с нами происходит. Важно, как мы к этому относимся. Важно, как мы к этому относимся. Поэтому любой переход на другое состояние, он может потребовать усилий. И тут от нас очень многое зависит, как мы настроим свои мозги, как мы объясним себе. Допустим, я через Киев ехала, и в семье, где я остановилась, там перед международной выставкой были собачники. И молодая женщина, она узнала, что я пищеволок, говорит, вот всё хорошо, кроме одного. Я знаю, что надо вставать в осень. Ну, она знает, что ей надо вставать в осень. Я не могу. И знаю, я не могу. И она тут же себе находит интересное правдание. Она говорит, я даже, когда на самолёт спешу, я просыпаю. И что вы думаете? Самолёты задерживаются. Ну, хоть и лёг. А? Силища, ты лёг. Ну, задерживаются. Задерживают самолёты. Такого так нечего. Да, я ему говорю, ну как, в таком случае каждый день покупаете билет на самолёт. И у вас выработается навык, что это точно вам необходимо. Но только у вас должна быть какая-то классная цель, куда вы летите, чтобы вы могли иметь силы и радостно туда вообще слетать. Чтобы у вас компенсация какая-то была тому, чтобы вы встали в осень. Поэтому не столько важно, что мы делаем, сколько важно, как мы к этому относимся. И когда нам трудно перейти какой-то порог, то нам нужно знать, что вот за этим порогом будет компенсация. Мы получим удовольствие от того, что мы прошли по холодному городу, что мы промокли. Потому что если идёт ливень и ураган, и мы знаем, что мы идём в театр, там получим удовольствие, то это разные состояния. Я могу позволить себе побыть немножко в неудовольствии, чтобы потом получить удовольствие. Поэтому когда мы куда-то идём, очень важно понимать, выстраивать перед собой цель, которая приносит нам радость. Отречение — это не значит, что себя нужно четвертовать. Это просто крутой поворот. Это просто переход на совсем другую ступень. То есть если нужно делать какие-то физические упражнения каждый день, можно брокнуть себя, просто уничтожить. И сердце будет болеть, и всё, что угодно, если заставлять им нуждать себя и заниматься. Но если придумать для этого какую-то такую хорошую штучку, то, что, допустим, это всего лишь там 15 минут, а после этого я как бы кайфуюсь чем-нибудь таким подарочек себе сделаю. Делайте себе подарочек. У меня мой коллега каждое утро в 5 выгуливает сначала собаку, а потом бегает 40 минут. И он светущий, он такой, я бегать не имею, не люблю. А вот для него это так характерно, он уже летит, наверное, лет 30, но еще не больше. У него там и собаки уже столько же, столько же лет. Короче, после этого он идёт на работу к 8 утра. Всё это сделав, помывшись после этого и так далее. И он говорит, я говорю, вы знаете, вы, наверное, единственный человек в моём окружении, который вот так стабильный, столько лет, я знаю, бегаете. Он говорит, ну я же не заставляю себя. Вот это моё счастье, я просто в восторге. Я, говорит, нашёл для себя такой путь. Когда я выбегаю, я бегаю по-ровному. Совсем чуть-чуть. Только с обмора через дорогу в следующий двор. А дальше путь с горы. И мне так классно, что я бегу, мне не нужно делать усилия. Меня несёт тяжесть в моё тело. А дальше я нашёл дорогу там опять по горизонтали. И у меня уже хорошо, я разогрелся. Я с удовольствием бегу, делая крохотное усилие. А потом я возвращаюсь такой же точный путь. Я уже немножко, я завожу себя, немножко быстрее бегу. После этого я поднимаюсь в гору по обратному пути. И вот тут самая нагрузка идёт. Я ускоряю. Я делаю так, что я быстро бегу в гору. Я уже готов. Я проснулся. Я получу удовольствие. Мне хорошо. И потом он переходит снова на ровное пространство. И походим в дом. Вот этот подзанавес. Он проходит мимо площадки школьной. И он там ещё на этих снарядах покрутится. Там ещё что-то такое. Совершенно вообще потрясающий человек. Он говорит, ну, было бы смешно, если бы, допустим, я этим занимался 30 лет и не любил. Я просто это обожаю. Я не могу этого не делать. И вот любые состояния, которые мы обретаем для себя и переводим в систему, допустим, он отрёкся от того, что он лежит до победы, потом просто встаёт кушает, потом просто идёт на работу. Он придумал для себя много всяких таких вот интересных, вкусных вещей и счастливых живёт. И, разумеется, у человека получается много сил для того, чтобы вообще существовать дальше. Это же смешно будет, если он, который умеет найти с 5 до 8 утра для себя наслаждение, чтобы он дальше целый день не испытывал наслаждения. А он обычный преподаватель школы. Это значит, что это совсем нелёгкая работа. И его приглашают в разные школы подрабатывать. И он подрабатывает. Но при этом он находит возможность вообще создать для своей жизни комфорт. То есть вот сколько я его знаю, за эти 30 лет он сделал для себя двухэтажную квартиру. В результате выкупил две квартиры, одна на другой там. Изумительный ремонт. Стеклянные вагоны. Дочери в соседнем доме аналогичное сделала. Откуда это всё берётся? У него масса энергии для того, чтобы зарабатывать. Если он умеет сделать себя счастливым за 3 часа с 5 до 8, то я предполагаю, он также интенсивно, счастлив и счастливо живёт всё остальное время. Разумеется, благополучие приходит к тому, кто счастлив. К тому, кто умеет не отвлекаться и убивать себя, а отказываться от того, что ему приносит неудовольствие, разумно выстраивать для себя что-то. То есть такие же преподаватели, как он, у нас многие влачат ужасное существование. Но обычный учитель, который имеет силы далее заниматься с детьми ещё дополнительно, и поскольку он классный педагог, ему хорошо платят. Он каждый год зимой ездит на юга отдыхать, но и летом он ездит куда-нибудь по севернее. То есть жизнь идёт ключом, и так может делать каждый. Важно поймать себя на том, что где-то я получил удовольствие от того, что я делаю. А если я не получил, то в этом месте нужно исправить что-то, чтобы получить удовольствие. Следующая стоянка имеет название «упование». 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 «Наталья, я буду думать. Судья, я думаю уже. Ну вот, например, мы уповаем на Бога в чём-то. Мы надеемся, как бы, надеемся. Мы надеемся, как бы вера. Вера, вера только с удовольствием и с наслаждением. Я уповаю на Бога. Я точно знаю, что Он мне всегда поможет. То есть я уповаю, что моя работа мне принесёт нас удовольствия. Я верю, что моя работа – это самая лучшая моя работа. Упование. Да, упование такое сознание. С наслаждением, близко к удовольствию. Я верю, как бы, что Бога. Я уповываю на Бога и верю. Я верю, да, не фанатизм, а не фанатизм, а не фанатизм. Я туповаю. Вы на сердце, не встали. Нет. 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 Кажется, география. Нет. Приблизительно, да, здесь же Божья Матерь Паваня. Это близко к полуганий. Нет. Я слышу это просто. Нет. Нет. Появше нахлаждение. Птики, как дал кошка. Появше нахлево. Аштиптики, ну аштиптики, ну аштиптики. Аштиптики, ну, ты пастыки. Аштики, как ответить. Аштики, аштик, как ответить. Да, вот то, что приносит на самом деле наслаждение. Радость. Да, радость. То, о чем я говорила про этого человека, он будет смешно, если я буду 30 лет бегать, и я буду не любить это. Он бежит, у него розовые щеки вообще фантастические. По кофточках, не знаю, просто фантастический, здоровый облик. То есть, если человеку это не нравится, он точно так не будет выглядеть. Ты заражаешься очень. Да, да, нужно искать своё. То есть, рассказывая про отречение, я мягко на его примере перешла на то, что есть упование. Наслаждение от того, чем ты занимаешься. И я говорила о том, что в славянском языке есть такая буква О, которая содержит в начале слова, в начале слова содержится. там, восторг, восторг, да, восторг, воодушевление, воплощение. Очень много таких слов, которые содержат в начале О. И слово «отречение» содержит эту букву в начале, потому что слово, допустим, в славянской речи, буква О означает восторг, восхищение. Вот оно не просто так в начале слов стоит. Это говорит о том, что люди раньше так жили, с буквой О, с состоянием О. Я тогда сразу перейду на следующую степень, на следующую стоянку. Оно имеет название определение «нищета». Мы, когда сталкиваемся со словом «нищета», мы думаем так, что как это страшно, да, это бомжи, которые не имеют дома, нормального питания, хороших условий, да, у них определенные, там, какие-то скитания. Но я как-то этим летом в Ростове, там остановилась, в центре города, там есть такая церковь очень красивая и рынок. И вот там есть такие вот газоны, выше уровня дороги. И на этом газоне я увидела бомжей, которые лежали на старом диване. Они откуда-то затащили этот диван туда. Их никто не трогал, ну там как бы, это Россия, да, у нас такое бывает, что нормально. Их там была целая гульба этих, несколько человек, ну они просто наслаждались своей ситуацией. Можно было позавидовать. То есть это не были те люди, которые лишены человека. Им было так хорошо. Они были совсем не те нищие бомжи, которые несчастны. Когда я поставила машину, ко мне подошёл один человек, такой, у него бьющиеся волосы. Такая шевелюра. Ну как француз, знаете, вот в фильме, что в таком духе. Ужасный замызганный вид, то есть замасленные штаны, фешенебельный какой-то пиджак, то есть такой же замызганный, то есть видно, что фирменный пиджак, там фирменная одежда, на нём какой-то цветной, такой шарфель газовый, ужасно грязный. Из носа у него вот так вот сопля зелёная. Он подходит ко мне и говорит, дай мне рубчик. А я только приехала с Украины, говорю, у меня нет рубчика. Хорошо, дай гривны. Я говорю, вот даже гривны нет, карточка. Он говорит, ну хорошо, давай я тебе букетик подарю. И он, значит, берёт букетик, где-то там не буду, с увядших цветов. Говорит, на, а, ты так со мной хорошо поговорила. Нищета — это только наше представление о нищете. То есть однозначно это человек не того уровня, который обычно мы видим среди рвов. Там вот такие, вот таких мы обычно видим, лежали на диване. А он вообще человек, который когда-то получил наверняка очень хорошее образование. И вот со вкусом подобранная одежда и по цветам. Ну, художник просто. Не знаю, почему он попал в этих помжет. Но очень много среди бомжей людей с образованием. Много, да, да. У меня тоже такая была. Я до сих пор помню одного. У меня такое к нему уважение. Что-то очень от него так растило было. И что-то необычное. Вот прошло лет два. Два землота, я был 25. Я до сих пор его умана. Да, да. Вот что такое начинаем? Мы начинаем думать на тем, что такое нищета. И точно так же, я когда в Германию попала, меня немножко опоздали встретить. Потом нужно было купить какие-то билеты, которые позволяют в музее ходить со скидками. И человек, который знал, как это делать, он никак не мог разобраться в этом автоматике, как где-то эту опцию достать, чтобы взять именно такой билетик. и за нами уже выстроилась очередь. Ну, у нас на Украине уже бы мы бы знали все о себе. Они стояли болча, не было ни раздражения, ничего. Они нам дали и даже не спрашивали, помочь вам или не помочь. Вот все терпеливо стояли, ждали. Я была в совершеннейшем потрясении. И тут, значит, подходит тоже бомж, который спрашивает на немецком языке, я не понимаю, спрашивает на французском языке, я не понимаю, спрашивает на английском языке, я говорю, да, мне нужно вот это. Бомж, который разговаривает на трех языках совершенно вообще запросто. Так это был тот человек, который помог, он говорит, давайте, это стоит один, как он их говорит, валюта. Я не могу? Нет. Нет, маркер. Да, один всего лишь. И мелочь была у моего коллеги, он ему дал, тот такой довольный, он быстренько там наклассал в этом автомате, достал этот билетик, дал и поехал. То есть, ну, кто помог? Помог Бомж. Он единственный, который вот вошел в положение, да, но он при этом зарабатывает. Для него это нормально. Бомж, который разговаривает на нескольких языках. Что такое нищета? Это, наверное, наше представление о ней, что она должна быть ужасной. а им просто нужно это, то, что они имеют. И, допустим, человек, который обладает большим материальным потенциалом и большими владениями и так далее, и он недоволен тем, что у него есть, то он, наверное, такой же нищий, как они. Получается, нищета, скорее всего, это то, когда мы недовольны чем-то. Если мы недовольны человеком, мы нищие. Если мы недовольны с собой, мы нищие. Если мы недовольны работой, мы нищие. И в таком случае, чем мы лучше, чем мы эти бомжи? Наверное, состояние недостатка или изобилия. Да, совершенно верно. Ну, изобилия там точно нет. Но речь идёт, если говорить, речь идёт о субизме, то нищета духа подразумевается. Но для того, чтобы понять, что такое нищета духа, нужно прожить, конечно, нищету материальную, когда не хватает на простое. Нам, собственно, не хватает, чем больше мы зарабатываем, тем можно обнаружить, что не хватает всё больше и больше. То есть, естественный эквивалент больше машина, дороже машина, дороже обслуживание. Вот у вас, например, нету 92-го Винтина, а у нас ещё есть. Есть у вас, да, в Лепе? В Эстонии, по-моему, в Ладвине нет. Нет, у вас 95-го. У нас тоже. Наверное, у нас уже. Да? Мне кажется, нет. Ты рад? Может быть, там в деревьях? Я видел, в деревьях. Ну да, если у тебя старые машины, наверное, всё-таки есть. Да. Но 92-й бензин не хуже, не лучше. Он просто для определённых машин. И точно так же определённый уровень достатка, он не хуже, не лучше. Он просто для определённого состояния. если мы говорим о том, каким образом воспитывались дети императоров в Японии, то об этом пишут, что они воспитывались очень жёстко. То есть там ложка, кружка, книжка и хитон. А иначе тогда государство будет терпеть убыток, если он будет воспитан в изобилии, без уважения к материальному. То есть получается так, что нищета она тогда, когда нет уважения к тому, что есть. когда не доволен тем, что есть. Это ты немножко не понимаешь, не понимаю, потому что мне казалось, что вот эти как бы ступени, да? Это да. А как с этой ступенью после упования нищета? Как бы изучение. Ты идёшь по какой-то дороге, да, сперва это покаяние, потом где-то там было. Это да. Да. А как хочет приходим к нищете? Библия написана блажен нищим духом должен думать про это, чтобы это состояние не верить. Блажен нищим духом. А как же блажен тот, кто верит? Блажен тот, кто верит. Кто находит состояние благо стиль. Хорошо? Хорошо. Да? Когда нищета не является проблемой. Это стоянка, где нищета не является проблемой. Но это реально имеется в виду. Нет, всё. Всё. Когда злость не является проблемой. Когда нервис не мучает, она не есть та проблема, которая является проблемой. Когда человек не нуждается, ну, нормально, хорошо. Нужды для того, чтобы это понять, действительно, во всем мире ученики суфийских школ проходят это в очень жестких процессах обучения. Вот Джалагин Руми пишет о том, что его учитель, его очень жестко с ним обращался даже дожди. Так это Руми. Это один из самых способных людей, наверное, человечеством. То, что мы сейчас узнаем о том, что такие стоянки есть, это не значит, что мы узнаем, что это такое. Но если мы поставим перед собой задачу каким-то образом размышлять над этим, то мы увидим связь, что после дубования будет нещита тема для разрушения. А если в этой стоянке человек прошел, то там будет мир таким, какой он есть. Следующая стоянка терпения. да, ну, допустим, вы уже достаточно легко проживаете. Раньше на первых работах вы все уже спускались и уже все устало, надоело. Фух, сначала уходили, потом так потерпели. Теперь вроде как даже нормально до конца дня доживаете. Уже не помню. Да, поэтому первый человек, который задал вопрос по поводу сколько там прияток еще, это были вы. покаяние. Сработало. им надо быть так последовательно или они могут по-разному проявляться? Последовательно. Последовательно. Все-таки это да. В некоторых школах немножко меняется оттенок порядка. Ну, вот это как бы очень принято и очень признанный типичный скажем так. Терпение. Мы знаем все о том, что такое второе дыхание. Я бы не сказала, что я знаю. Может, вышла вот так. но когда кажется, что все, уже я идти не могу, все у меня уже выворачивается в легких все, никаких сил нет, и вдруг наступает что-то, я могу идти. теоретически слышала, что есть в своей жизни. Значит, можете когда-то с этим встретиться. Можно, конечно, терпеть. Иногда клиенты реально говорят такую фразу близкую по смыслу. Я уже давно простила, чтобы он сдох. Какую фразу? Давно? Сдох. Да я уже его давно простила. Я уже давно ее простила, чтобы он сдох. Что было? Сдох. А, сдох. Я это последнее не услышал. Сдох. то есть на самом деле мы говорим то, что с нами происходит. Да, мы знаем, что это нужно делать. Как Гевраль тогда говорит, да, я знаю, но что с этим делать? А представьте себе, что за вами бежит тигр. И что буду делать? Бежать. бежать. Да, кто-то сдается, а кто-то бежит. И обстоятельства очень часто за нами бегают как тигр. И когда-то у Кастанеды спросили, вот ты ходишь след за тигром, изучая его повадки, а как тебе будет, если он развернется и тебя съест? А что Кастанеды говорит, что когда он захочет есть, для чего я изучаю его повадки? Меня там точно не будет. когда тигр захочет кушать, меня в этом месте не нет. Это по поводу терпения. что вы вспоминаете? я чувствую, что на тебя меня не доходят. Я думаю об этом. с этим тигром терпение эти обстоятельства изучать. Терпение нужно для того, чтобы в каком-то просто знать, в каком месте когда быть, если там жить и приходить. В нужном месте в нужное время. И для этого нужна терпение? Для изучения этого? Да. Для того, чтобы оказаться в нужном месте в нужное время, нужно иметь терпение изучить предмет. Допустим, если такой пианист как Святослав Рихтер сказал бы в детстве «хочу быть пианистом», но не потратил бы столько времени на изучение этого мастерства, он бы точно не стал Святославом Рихтером. Мы знаем, что Святослав Рихтер 12 часов посвящал занятиям уже будучи преклонным возрасте, будучи блестящим пианистом в 12 часов. Для него это было нормально. Мы знаем приблизительно, сколько нужно танцору балета заниматься, чтобы держать себя в форме. приблизительно понятно, какое мастерство должно быть у микрохирурга и какое терпение заниматься этим. Для того, чтобы быть мастером, нужно понять, что такое терпение. Мастером в любом деле. какое терпение должно быть у шумахера, гонщика, работой с собой и пространством, в котором он находится, и с аппаратом, в котором он ездит, чтобы в этих ужасных скрительных гонках быть абсолютно точным. я думаю, что терпение предполагает очень серьезную расслабленность, но при этом очень серьезное сосредоточение. Если шумахер сжат и у него мышцы, то вряд ли он сможет скоординировать свою езду в той мере, в какой требуется. Это значит, что терпение требует глубочайшее понимание порядка законов. И только тогда ты будешь свободен. любой профессионал чрезвычайно терпелив. Было бы смешно предположить, что человек, который выращивает цветы, будет нетерпелив. У природы есть свои законы, и зерно начнет проклевываться только в определенное время. Что с ним будет, если его заставят быстрее вылезти? Да, растение может погибнуть. На сверх усилий. было бы смешно, если бы повара, которые делают вкусную пищу, были бы нетерпеливы. Нужно подождать, чтобы продукт был готов. Было бы смешно, если бы все педагоги были нетерпеливы. Это чрезвычайно важно, потому что тот продукт, который у них в работе, он является самым нежным. И как мы все хотим, чтобы маленькие дети были выйдя из школы спокойно и в удовольствие и с интересом учились. Было бы смешно, если бы портные торопились быстренько сделать коллекционную одежду. Мы понимаем, что для того, чтобы стать мастером, нужно получать удовольствие от процесса, не заставляя его быть быстрее, чем он может быть. от удовольствие будет. Мы переходим к следующей стоянке Это благодарность Не знаю, кто у вас, но у нас в основе этого слова благодарю Дарю благо Наверное, где-то что-то похожее Где такое есть такое слово? Где? Тоже есть С Богом Можно сказать спасибо Спасибо А можно сказать благодарю? Это совсем благо, дарю Это очень разные по скучным словам И состояние Там мы обращаемся к Богу Или видим в человеке Его И мы говорим о спасении человека Спасибо И сохранить Когда мы говорим о благодарности, мы говорим об общении между людьми В первую очередь В первую очередь И сначала, возможно, абсурдно Когда мы можем сказать Богу Благодарю тебя А можно благо дарить тому Который такой Который такой Который такой Историй Он представляет Семейные истории Выглядит в виде Балансировки Брать Давать Брать Давать Взять И дать Получается, что и с этим уровнем мы тоже можем быть на таких процессах Если мы взяли от него помощь Если мы взяли от него помощь То мы можем ему тоже дать И возможно, если мы будем в удовлетворенном гармоничном внутреннем состоянии То мы ему даем Мы включаемся в его процесс Мы вместе с ним А не против него И когда мы благодарим другому человеку Мы включаемся в его процесс И мы вместе с ним А не против него Когда он против человека Когда много людей хорошо думает о чём-то То это поддержка не только тому, о чём они думают Но это хорошее, оно распространяется как вот круги на воде И другому рядом с нами легче думать хорошо Если я думаю хорошо Кто-то рядом со мной думает хорошо И много думают хорошо Тогда другим тоже легче включаться в это хорошо Поэтому, возможно, сначала это абсурдно Представить себе, что я могу Богу дать Блага Подарить Подарить Но на самом деле я Если включаюсь в этот процесс Я это делаю Мало того Мы в расстановках каждый раз Сталкиваемся с тем, что Только после этого Только после Благодарения я Человек говорит Мне хорошо Тот, с которым был спор Меня поняли Расстаться С чем-то или с кем-то Мы можем только по-настоящему После того, когда мы И испытываем к этому Благодарность Когда плохие отношения с человеком Сначала абсурдно думать, что Я могу быть ему благодарна Но если он меня держит на напряжении В напряжении 35 лет Это значит, что я 35 лет Не способен изучить, что такое напряжение Я все время это изучаю Изучаю, изучаю Опять 25, опять 25, опять 25 И не делаю выводы Это значит, что я опять 25 В одном и том же классе Изучаю предмет напряжения Но если я изучаю предмет, который Имеет название напряжение То, поскольку мы дуальные люди С другой стороны данного предмета Будет не напряжение Это значит, пока я нахожусь В состоянии напряжения Я не способен посмотреть на другую сторону А наша задача За всем плохим Видеть не плохое За всем злым Видеть не злое За всем мстительным Видеть не мстительное За всем нетерпеливым Видеть терпение А за всем непонятным Видеть понятное Понятное А за всем понятным Непонятное Так же выходит Да, там мы выходим на этот мир Как можно понять, что такое Бог Вы его видели в лицо? Я представляю, что это вопрос был не понятие Чтобы выйти на понятие Наоборот получается Разумеется, да Мы выходим на совсем другой уровень Где мы можем говорить не о материальном А о духовном Потому что все вот эти стоянки Они связаны прежде всего с тем Чтобы человек прожил понятное Материальное Для того, чтобы он сумел Выйти на то, что нельзя пощупать руками Благодарность Благодарность это то, что завершает отношения Хорошо завершает Можно расстаться с партнером Можно расстаться с партнером Но не расстаться с ним на всю оставшуюся жизнь внутри себя Все время вспоминать его Но не злым тысным словом Казаврилка разговаривает Шевченко Можно расстаться с ним Просто разъехаться, разойтись Но нажить себе хорошую болячку И лень Не простив его А можно задуматься над тем Если мне было с ним плохо, что он пил То, наверное, мне нужно узнать о том, что такое не пить А если я не пью, то что мне надо узнать Тогда нужно задуматься над тем, что его привело к тому, что он пьет И тогда мы все знаем, что когда ты выпиваешь немножко вина Становится легко Нет каких-то препятствий Становится гораздо веселее И можно предположить, что человек, который пьет Ему все время хочется быть в таком Чтобы было хорошо Но если он сам это себе не делает Как я говорила, что Придумать, чтобы встать в 8 утра Надо что-то такое Подарочек себе сделать Вот на этом у него не хватает сил И значит, что тот, который пьет Он просто не умеет сделать себя хорошо Ему нужен некий допинг Но мы все прекрасно знаем, что если у человека диабет Это значит, что его могут при определенном виде диабета Начать колоть инсулин Тот гормон, который поджелудочная, допустим, не вырабатывает Но если в какой-то раз укололи инсулин То считайте, что будет колоть дальше Потому что поджелудочная перестает Точно перестает вырабатывать И человек становится зависимым от инсулина Не поджелудочная железа это вырабатывает А он вынужден это все время получать У меня был очень драматический случай Работая с мальчиком 8 лет Перевели его из одной школы в другую И почему? Потому что в этой школе его били Зверски били И однажды после того, как его избили до такой степени Что он попал в клинику Врачи додумались проверить у него состояние инсулина А инсулин поджелудочная реагирует на стресс Там происходит очень сильный перепад В выработке инсулина И они решили, что у него диабет И без ведома мамы укололи Очень страшно Врачи должны знать Процессы, которые происходят в организме Когда у человека испытывают стресс Когда у человека пересыхает рот Мы знаем, что он в стрессе Но это еще не значит, что ему нужно вколоть инсулин Пройдет время, он успокоится, все будет хорошо Организм сам справится В его случае его сделали зависимым Его сделали диабетиком И врачи однозначно сталкиваются с тем, что те, кто рано заболевает диабетом Их жизненный путь очень короткий Чем позже человек заболевает диабетом, тем лучше он будет жить Потому что обменные процессы Вот если пожилой человек заболевает диабетом, он там всех должен пережить Обменные процессы замедлены И это не так катастрофично, как маленькие дети У которых обменные процессы очень быстрые И к 30 годам заболевшим диабетом человек может уйти из жизни 28, 30, 32 Практически часто бывает пороком в жизни Для тех, кто заболевает рано Вот тот был случай, когда врачи совершили просто преступление И так речь шла о благодарности Это универсальное состояние Когда человек начинает видеть, что если он находится все время в стрессе Значит его жизненная задача понять, что такое стресс Сделать что-то для себя, чтобы не находиться в стрессе Но пока я не соглашусь с тем, что я мучаюсь, нахожусь в стрессе Пока я не осознаю и не признаю, что я в нем Очень трудно и захочу из этого выйти Очень трудно выйти И вот если я работая с собой Вынимаю из себя благодарность этому стрессу Что вот да, я знаю, что мне в этом было нехорошо Вот я теперь точно знаю, что мне некомфортно, когда я в состоянии стресса Я точно знаю, что я не испытываю счастья, когда у меня гнев Я точно знаю, что я в этом не хочу быть И тогда я могу сказать спасибо, благодарю тебя гнев Вот прямо сейчас я точно больше этого не хочу Когда я не вынуждаю себя в этом быть А просто выбираю другую дорогу Когда я могу быть благодарна стрессу За то, что он меня поставил в ситуацию Где я точно захотел найти другой выход Я точно хочу пойти другим путем И это не значит, что я отрекаюсь от этого Я не обвиняю Если я не обвиняю то состояние, в котором мне некомфортно А я говорю так Вот допустим, это очень беда эмигрантов Когда они уезжают со злостью на ту страну, из которой уезжают На те обстоятельства, из которых они уходят У них очень большой шанс испытать то же самое в другой стране Потому что у них нет привычки быть благодарными Неблагодарность вызовет протест в той среде, в которую они попадают Потому что если он не испытывал благодарности к собственной культуре Там у него нет опыта быть благодарным культуре И там ему будет плохо только по одной причине По его внутренней причине Что он не умеет воспитать в себе благодарных Он не умеет быть благодарным тому, в чем он жил Что благодаря тому, что у меня высокие ступеньки в доме Я точно хочу дом, в котором будут ступеньки не такие крутые Или может вообще, когда я сделаю так, чтобы был дом без ступенек С плавным подъемом Это значит, что я не из протеста к этому пришел, а из выбора Я хочу жить лучше Все Я не хочу, чтобы у меня в доме был крик Не потому что я сопротивляюсь и ненавижу этот крик Я буду услышать, как кричать на улице, если я ненавижу этот крик Но если я понимаю, что мне он вообще совершенно по барабану То есть мне все равно По барабану стучат и стучат, а мне все равно Ну и пусть себе стучат, раз им надо Можно представить себе, что бы происходило с музыкантами, если бы они не переносили громкие звуки Вот я работаю в институте культуры И там у нас есть такой воздушный переход от общежития к учебному зданию И в этом коридоре там один на одном сидят наши студенты Один скрипач, другой баянист, третий там баловаяшник, четвертый там духовик И вот они все в одном этом прозрачном коридоре стеклянном Грудят во всю ночь Да, играют, но при этом они не слышат того, кто рядом Не потому что они сопротивляются и ненавируют А потому что они занимаются своим делом Их сознание научилось не слышать то, что им мешает Потому что других обстоятельств нет Потому что нет на каждого скрипача отдельного класса На каждого духовика отдельного класса На каждого духовика На одной лестничной площадке в Алторна На другой тромбон, там флейта, там скрипач, там контрабас Все планополучно занимаются, никого никто не ненавидит Это уже умение переключаться Умение заниматься своим делом Умение не обращать на себе птиц, как на то, что мне мешает жить Я просто говорю о том, что, ну, крайняя ситуация Потому что у музыкантов это умение воспитывается многолетним людям То есть, допустим, поскольку первое мое образование музыкант Я точно знаю, что пока мое внимание я не обращу Или мое внимание не обратят на какой-то шум Я его могу не слышать за занимающим Не потому что я глухая А потому что я его, ну, оно, я умею отключаться от этого И точно так же мы можем отключаться, научить себя отключаться от любого Что нам некомфортно Без сопротивления, без ненависти, без битвы Что можно представить себе наших студентов Которые там, если там контрабасист появился и начал рядом флитист играть Что они там устроят битву Нет, я буду играть, нет, я буду играть Вообще такого вопроса даже не стоит Ну, что они играют себе Один концерт, два, а другой играет там Сегменты в МПС Кто-то гаун гоняет И это, со стороны это выглядит дурдомом Да, когда идешь по улице, там у нас это консерватория есть Да, да, да Они там, окна открыты Там такая конфония, я думаю, уже Уже Как они там унижают друг с другом Ну, со стороны так кажется, а им, вот Каждая слушает себя, концентрация А мне это Ну, это очень хороший образец-то было И идешь там, окна открыты И они там в классах Ну, это классы же Да, да Совсем там рядом И они по полной там программе Да От всей души Да, от всей души сильно Занимается каждый своим А у нас вообще студенты в нашей стране Студенты просто герои Я вот читала музыкальную литературу Три лет, тридцать лет То есть магнитофон С которого звучит музыка Классическая Я обязана им это объяснить Они обязаны это изучить Так вот, когда технические средства Обеспечения скрипят В пленке рвутся Денег на это нет Они обязаны мне сдать это произведение Они обязаны его прослушать от начала до конца И не один раз Да, терпение там нас Я им всегда говорила, что вы вообще просто герои Потому что еще не возненавидеть музыкальное искусство Из-за того, что магнитофон Там, он сначала там Я захожу в класс Они должны мне описать витерину Там Они слушают Готовятся к экзамену Они сидят около этого магнитофона Как они это слышат Я не знаю Я не знаю просто Бывает ситуация когда этот магнитофон просто искажает до такой степени, что как они потом еще узнают это? Ну просто герои. Это сейчас уже цифровая техника появилась. А вот лет там 10 назад еще на гнитофоне стояли. Ну хорошо, вот мой класс, вот такой вот класс, чуть поменьше, соседний класс тоже, музыкальная литература и соседний там, Сен-Феджо, они там пишут диктант, который им играют. А тут звучит там опера какая-нибудь, просто полную катушку. А там звучит что-нибудь еще. Им нужно написать этот диктант, а им нужно послушать оперу «Пиковая дама» или там «Рейкли Моцарта», еще получить от этого удовольствие. И еще прийти к стоянке, которая называется «Благодарность». Поблагодарить меня за то, что я им это объяснила. Поблагодарить магнитофон, который там им дал возможность послушать, потому что лучшее вообще точно ничего не было. Или там наушники в библиотеке. Там 10 штук сидит на одном наушнике. Да, и они не те, которые ненавидят. Вообще, зайдите в консерваторию, спросите, как они там. Все нормально. И еще одна яркая удовлетворенность. Мы приблизительно знаем, что это такое. Это когда сделал дело, влезь смело. Я думаю, что каждому это знакомо. Но только это последняя стоянка. Свет в туннеле. Да. По звуку мне было так, что затягивались эти ушные каналы до того, что надо было уже операции. Вот это последние 2-3 года. Я уже откладывал, откладывал эти операции. Но так мне просорили побольше. Затягивались чисто физически. Ну, как-то сейчас. И что, операции делали? Ну, вот все шло к тому, что канал уже такой узкий, что уже там, что уже вот никак там. Большое, что. Спичка не сюда даже была. Ну, отпустилось все-таки. Я не знаю, что-то я делал там для остановки, что-то еще, что-то еще. Но как-то отпустило. Без сабления обошлось. Вот отпустило. Ну, что-то вы не хотели услышать. Ну, да. Но что-то закрывались в уши. На самом деле, этот путь человек проходит неоднократно. И на самом деле, это то, что охватывает многократное прохождение пути. Как если мы поднимаемся по лестнице, и нужно подняться лифтом. И сути говорят о том, что на самом деле-то некоторые люди, некоторые стоянки могут проходить мгновенно. Я так думаю, что Лапсан Крамба, если он переживет еще какое-то воплощение, то какие-то стоянки он однозначно проскочит, как реактивный самолет. Ну, главное, что у него удовлетворения нет. Ну, в чем-то есть. Но в целом нет удовлетворения. Если почитать его, допустим, ту же книгу «Жизнь с Ламой», то эта кошка, про которую он пишет, ну, как бы с ее слов он пишет роман, со слов сиамской кошки, которая ему живет, к нему упала когда-то. Она свидетельствует о том, что он был очень нетерпелив к службам таможенным, к государственным службам, которые чинили ему препятствия. Он был вынужден жить, вынужден жить не там, где хочет. У него выбор был жить там, где кошке было бы хорошо. Ну, как бы в этот момент. Когда была кошка, потому что она была больна. Ну, у него там не одна была кошка. И он выбирал, в какой бы стране получше ему было, чтобы ей было получше тоже. И не потому, что он там хотел выбрать, ну, он бы жил в какой-то стране. Если бы не кошка, он бы выбрал где-нибудь другое место для жизни. Но каждый раз вы будете сталкиваться с тем, что у него есть недовольство этими социальными службами. Там где-то налоги больше, чем надо, где он не может провести книги, которые нужны ему. Где-то там у него берут больше денег, чем нужно. Где-то более жестко с ним обращаются. Там где-то кошек не пускают с ним вместе в самолет. Там и так далее. То есть вы увидите, что на самом деле это совершенно необыкновенная личность. Это не просто человек. Но у него есть свои какие-то непройденные пути. Он должен был вообще умереть гораздо раньше, чем умер. И есть одно предповедствование, где к нему пришли во сне ламы и сказали, что ты должен умереть, у тебя ветхое тело, ты не выполнил свою духовную задачу. Мы пришли к мысли, что мы поменяем тебе тело. И в Англии нашелся человек, который хотел покончить с собой. И он бы это обязательно сделал, но он собирался спрыгнуть с дерева, покончить с собой. И тогда ему, да, мы с ней пришли и спросили, если ты дашь свое тело, согласишься ли ты дать свое тело, мы тогда тебя выведем на другой уровень, выше, чем если бы ты убил себя и попал бы в другие. И он дал согласие, они перецепили нить жизни лапсанго рампы на тело этого англичанина. И там был еще один очень интересный факт, что через год этот человек, телочкой было, это тело стало похоже на лапсанго. Это еще раз говорит о том, насколько мы можем свое физическое тело видоизменять своими представлениями. Оно стало похоже, потому что он мыслил по-своему, оно стало лапсангом рампа. То есть было тело одного человека, стало тело другого человека. Мы думаем, что мы обречены быть такими, как мы есть, если бы чем-то недовольны. Наверное, можно поставить перед собой задачу, но он не ставил точно перед собой задачу, он просто жил и выполнял свою задачу. И тело стало его. Сколько у нас времени? Весь день у нас. Зал взят на весь день, что мы этим пределы. Вы, скажем так, по расписанию, сейчас 12.